Анонимное письмо о факте незаконной утилизации трупов домашнего скота на ферме Медвежегорского молокозавода в деревне Брюхово пришло на электронный адрес интернет-издания Черника. По словам автора письма, трупы животных закопали прямо на территории фермы. Так это правда или личная месть кого-то из работников молокозавода? В ситуации разбиралась Мария Валетова. Автор анонимного письма в интернет-издании Черника рассказал о последствиях зимнего падежа скота на ферме Медвежегорского молокозавода в Брюхово. После падежа скота, который случился зимой, биоматериал не был вывезен и утилизирован должным образом. Животных просто сложили на улице рядом с фермой, а когда наступила весна, останки скота начали гнить и вонять. Естественно, запах привлек медведей. А это видео, прикрепленное к письму. Заявленная дата съемки – апрель этого года. Трупы животных эпидемиологически опасные и чрезвычайно опасные отходы. Они могут быть заражены различными болезнями, а биогаз, который появляется в результате разложения органики, при высоких концентрациях приводит к летальному исходу. Жители деревни Брюхово говорят, что после падежа скота в феврале этого года к ферме стали сходить собродячие собаки и дикие животные. Тут стаи собак, шкурки носили. Для нас это было сперва непонятно. А они то одна, а то одна, а потом стаями. То много волокон. Тут и лисы были. Журналист Алексей Владимиров заинтересовался этой историей. Вместе с общественником Игорем Починским он отправился на Медвежегорский молокозавод. Алексею удалось поговорить с юристом молокозавода Дарьей Афанасьевой. Она подтвердила, что да, такой факт был. Была проверка проведена, был наказан директор административное наказание. Ну вот, к сожалению, мы сюда не проехали. Документов, подтверждающих свои слова, юрист не показала. Вскоре после нашего отъезда на связь вышел генеральный директор Медвежегорского молокозавода Александр Микуляк. Он руководит предприятием с июня этого года, но, по его словам, в курсе ситуации. Один конкретный, на мой взгляд, один сотрудник, целенаправленный зимой, во время снегопада, спрятал туда, ну то есть дал указание, спрятал этих животных. И, соответственно, я подозреваю, что даже это он и фотографии-то это сделал. Когда снег сошел, естественно, пришли сотрудники прокуратуры, предъявили нам претензии, мы в этот же день все убрали, там был всего один труп животного. Александр Микуляк обещал пустить нашу съемочную группу на территорию фермы и показать все документы, подтверждающие его слова. Мария Валетова, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Александр Борисов, телеканал НИКО+. Александр Борисов, телеканал НИКО. Александр Борисов, телеканал НИК ОТАН.